И мы продолжаем выпуск. Пришел в себя и подтвердил версию об избиении сотрудниками полиции. Неделю назад нам стало известно, что из отделения полиции в Переволодске в больницу доставили мужчину в очень тяжелом состоянии. После сложнейшей операции врачам он смог пояснить, что побои якобы нанес участковый. Обратить внимание прессы на этот случай решились сами медики. На этой неделе в Переволодск ездили представители комитета против пыток. Ему удалось поговорить с потерпевшим. Андрей Бешев в реанимацию попал 23 августа. Доставили в больницу его сотрудники полиции. Врачи обнаружили у него тупую травму живота с разрывом кишечника и множественные внутренние гематомы. Чтобы спасти Андрея Бешева, врачи Переволодской ЦРБ вызывали бригаду из областной больницы. Операция делась 6 часов. На момент съемок мужчина находился в тяжелом, но стабильном состоянии. Следователи тогда озвучили две версии произошедшего. По одной из них – побои. Мужчине нанесли сотрудники полиции. Представителям комитета против пыток Андрей Бешев рассказал свою версию. По его словам, 21 августа он находился у себя дома, поссорился с матерью. И она вызвала участкового, чтобы его усмирить. Полиция прибыла быстро. Местный участковый приехал вместе с коллегой из соседнего села. Они якобы вывезли его на иномарке за деревню. Возле зернохранилища Бешева велели выйти из машины, сбили с ног и стали избивать резиновой дубинкой. Затем уже мужчину доставили в отделение полиции. Вызвать врачей Андрей Бешев просил несколько раз. Один раз фельдшер все же приехал и сделал обезболивающее. Следующей уже была срочная госпитализация. Насколько правдивы показания Андрея Бешева, сейчас выясняет следователь Следственного комитета. В ОМВД области давать интервью по этому поводу отказываются. Письменно же отметили, что служебную проверку проводят. В Переволоск даже выезжала комплексная группа сотрудников аппарата ОМВД России по Оренбургской области.